Дорогие друзья, я рад вас приветствовать на очередном вебинаре Директ Академии. Я надеюсь, что меня хорошо видно и слышно, и прежде чем передать слово Наталье, я хотел бы, во-первых, я хотел бы продублировать ее просьбу голосом о том, чтобы каждый из вас написал пару слов о себе в чате. Так Наталье будет проще ориентироваться с составом сегодняшнего вебинара. Ну и, как всегда, я хотел бы несколько слов сказать в начале. В самом начале чата я разместил несколько полезных ссылок. Первый из этих ссылок ведет на наш сайт, на его главную страницу, страницу расписания. В этом расписании вы можете зарегистрироваться на все мероприятия, намеченные нами до конца учебного года, до конца июня месяца 2019 года. Следующая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, где через некоторое время появится запись в том числе и этого вебинара. А вообще у нас там хранятся записи уже почти 400 наших онлайн-мероприятий. Третья ссылка ведет на страницу наших онлайн-курсов, где есть информация о 8 онлайн-курсах, которые предлагает вам Директ-Академия. Один из этих курсов, курс «Дистанционный преподаватель», состоится уже в конце января месяца, определено, время уже определено и вы можете на это твердо рассчитывать. И, наконец, последняя ссылка ведет на нашу страницу выдачи сертификатов, где сразу после окончания вебинара будут сформированы ваши сертификаты. И, наконец, я хотел бы по традиции нашей продублировать, проанонсировать три следующих вебинара, которые состоятся в Директ-Академии. Вот они. Теперь посмотрите в конец чата. Я их там разместил. Следующие два вебинара будут моими вебинарами. Первый из них состоится прямо завтра. И это будет последний из четырех вебинаров, посвященных учебному видео. Будет называться «Приемы видеомонтажа в учебном виде». Видео просто о сложном. А в понедельник, 24 числа, начинается мой коротенький, коротенький двухвебинарный трек, посвященный тексту в обучении. И часть первая этого трека называется «Электронная типографика. Текст в обучении. Электронная типографика». Наконец, во вторник, 25 декабря, наша постоянная ведущая по вопросам истории искусства и искусствоведения проведет вебинар «Время реформаторов» Микеланджело Микеланджело Мерзи де Краваджо, писавший, как велит природа. Ну что ж, вот и все. Мое вводное слово закончено. И я передаю слово Наталье Феофановой, директору по развитию... Павел Юрьевич, спасибо. Всем добрый день еще раз. Пока я буду вводную информацию рассказывать, пожалуйста, напишите в чат, слышите ли вы меня, видите ли вы меня, видите ли вы презентацию, все ли у вас хорошо технически. Меня зовут Наталья, я работаю в Степик, и моя работа непосредственно связана с преподавателями, с партнерами, с авторами курсов. Моя специфика — это открытый онлайн-курс, но мне сегодня можно задавать любые вопросы касательно платформы Степик и любых курсов, и открытых, и приватных, и платных, и всего, что вас интересует. Я либо сама попробую на них ответить, пришлю вам полезные ссылки, информацию, либо я подскажу, куда обратиться, чтобы ваша работа в Степик всегда была продуктивной и эффективной. У нас была в Директ-Академии по традиции серия вебинаров про Степик, и сегодня мой вебинар заключительный. Первый вебинар рассказывала тоже я, это была обзорный вебинар про Степик, и второй вебинар рассказывала моя коллега Юлия про приватные и платные курсы. Не стала на этот слайд вкладывать информацию о том, где можно найти записи, Павел Юрьевич как раз в начале чата прислал ссылку на YouTube-канал, поэтому если вы ничего не знали про Степик, то можно еще заглянуть в эти вебинары, посмотреть обзорную и общую информацию. А сегодня у меня именно практический вебинар, я его даже назвала как мастер-класс, так как я буду рассказывать про моменты работы с платформой, про то, как создать курс, какие есть элементы, как выглядит конструктор онлайн-курсов. Если вы уже что-то делали на Степике, то можно параллельно с вебинаром открыть платформу Степик, открыть свой курс, и пока я буду рассказывать, вы можете параллельно со мной открывать свой курс, смотреть, видеть настройки и, соответственно, задавать мне вопросы в чат, уже конкретные по вашему курсу по платформе. Если у вас будут какие-то вопросы и вы хотите своим курсом поделиться, который вы уже делаете сейчас, то можно тоже в чат прислать. И я посмотрю, и все, я думаю, тоже будут рады посмотреть. И про чат я уже несколько раз говорила. Обычно в Директ Академии все слушатели активные, все пишут в чат, обсуждают, задают вопросы. Я надеюсь, что сегодня тоже будет такая дружественная атмосфера. Я вот вначале просила написать, рассказать, кто вы, если вы этого еще не сделали, но хотите, тоже напишите об этом. Я тогда буду понимать, какие здесь вузы, какие организации, кто вы, и буду из-за этого менять, например, программу рассказов. И первое, что я вас сегодня спрошу, тоже по традиции, это, знаете ли вы вообще про Степик. Первый вопрос – это, проходили ли вы курсы, либо, может быть, создавали курсы. И второй вопрос – какие у вас планы в отношении Степика. Соответственно, второй вопрос больше о том, зачем вы сегодня присоединились к вебинару, что вы хотите создать курс, попробовать, может быть, просто первый раз узнали про Степик. На пару минут оставляю вас с этими вопросами. Напишите, пожалуйста, в чат мне, что вы знаете про Степик или ничего не знаете. Пока дозвался один уже преподаватель Степика. Замечательно. Спасибо большое всем, кто пишет. Когда вы пишете в чат, для меня это как мое выступление перед аудиторией, и я с вами общаюсь, вижу вашу реакцию, поэтому, пожалуйста, пишите, задавайте вопросы, рассказывайте о себе. Ну, пока я вижу, что в основном либо ничего не пробовали создавать, либо что-то пробовали, и основные планы – познакомиться, узнать, что это такое, и, возможно, создать курс. Ну, значит, я правильно сегодня подготовила эту тему и буду вам об этом рассказывать. Я перехожу дальше. Можно продолжать писать в чат и о себе, и о ваших планах в отношении Степика, о ваших вузах, о вашем опыте. Все это будет интересно. Для тех, кто только ознакомится, пришел со Степиком, или кто не был на первом вебинаре, я совсем кратко скажу, что Степик – это образовательная платформа и конструктор онлайн-курсов. У нас две основные задачи. У нас есть пользователи, которые учатся на онлайн-курсах, и мы помогаем им учиться, и подбираем им какие-то курсы, рекомендуем, и делаем им процесс обучения легким, удобным и простым. И вторая категория людей, ради которых мы работаем – это преподаватели. И вот все, кто написал в чат, что планирует создать курс на Степике, как раз мы ради вас тоже многое делаем. На платформе Степик создавать курсы могут любые преподаватели, любые учителя, и курсы могут быть разные, я чуть дальше об этом расскажу. А вообще аудитория Степика видит нас вот так, они рассматривают Степик в качестве такого каталога открытых курсов, на которых можно учиться. Я здесь привела статистику, что число курсов, где у нас более тысячи человек уже учатся, у нас сейчас около 300, и у нас есть три курса, на которых уже более 100 тысяч пользователей. Это курсы по питону, по подготовке к TOEFL, по программированию на C++. Если интересуетесь этими темами, то я эти курсы очень рекомендую. И у нас мы рассматриваем в качестве одной из метрик для себя показателей успешности, показателей того, что платформа развивается, как много люди учатся на платформе, как много они сдают заданий, решений, и по нашим данным около миллиона решений. А в неделю пользователи сдают, а мы их, соответственно, платформой проверяем. На Степик курсы могут создавать, как я уже сказала, все желающие. Я их делю обычно на три такие категории. Есть индивидуальные авторы, есть учебные заведения и есть компании. Поэтому вы можете создавать курс на Степик тоже, как представитель любой из этих аудиторий. Вы можете создавать курс от своего имени, а можно от имени вашего учебного заведения. Если ваше учебное заведение согласно и готово размещать несколько курсов от разных преподавателей, то мы также для вузов готовим специальный профиль организаций, где размещена информация о вузе и где представлены все курсы этим вузом разработаны. То же самое касается компаний. И на этом слайде я привела совсем кратко основные цели, для чего люди создают онлайн-курсы. Это по статистике, по данным Степика. Если вы знаете еще какие-то, предположим, причины, почему люди создают курсы на Степике, либо где-то еще, то можно тоже об этом написать и рассказать. Мы как раз на первом вебинаре немного подискутировали, поговорили о том, почему, зачем курсы создаются. И еще пару слайдов покажу. Это наши постоянные партнеры, те, кто создают онлайн-курсы, в основном массовые открытые онлайн-курсы. На этом слайде это российские партнеры. И здесь есть, вы можете заметить, и вузы, и компании. И зарубежные партнеры. В основном для зарубежных партнеров Степик – это платформа для размещения открытых курсов, необходимых для каких-то очных образовательных процессов, для очного обучения. На Степике можно размещать экзамены, можно проводить обработку домашних заданий, можно выкладывать свои лекции для того, чтобы все желающие могли с ними ознакомиться. Это было такое вводное вступление для того, чтобы в целом понять, что же такое Степик. И дальше я буду говорить только о том, как выглядит Степик для преподавателей. Два основных принципа у нас для преподавателей – это доступность и удобство. Доступность, еще раз скажу, что курсы могут создавать все желающие. Для создания курса достаточно регистрации. У нас нет начальной модерации пользователей и курсов. Вы можете создать любой курс и развивать его. Но модерация у нас есть для того, чтобы добавлять сертификаты в курсе. Есть модерация при добавлении курсов в наш каталог, при добавлении в разные рубрики и при учете этих курсов в анонсах Степика в разных рассылках. Ну и на наш взгляд Степик довольно удобен для создания курсов. И сама команда Степик тоже создает курсы и учится на этих курсах. У нас есть специальный конструктор для того, чтобы создавать курсы. Для того, чтобы пользоваться Степиком, не нужно ничего его дополнительно скачивать, устанавливать. Вы можете с любого компьютера, с любого устройства зайти в свой аккаунт и судовать курсы. Также у нас есть видеостудии. Если кому-то интересно, могу позже рассказать о том, какие условия записи в этих видеостудиях. И мы всем преподавателям оказываем методическую и техническую поддержку. Меня уже в чате сегодня спрашивали почту для связи со мной. Я там оставила свою почту и в конце еще раз ее покажу. А для того, чтобы получить быструю методическую или техническую помощь от Stepika, достаточно написать на адрес электронной почты support.stepik.org либо зайти в справочный центр stepik.help и там будет тоже форма для того, чтобы оставить сообщение. Мои коллеги быстро, оперативно реагируют на все вопросы. Только, пожалуйста, не забывайте присылать ссылки на ваши курсы, ссылки на какие-то проблемные места, где у вас возникли вопросы. Я все время упоминаю слово «курс» и специально приведу слайд, на котором расскажу, какие бывают виды курсов на Stepika. Это тоже может быть важно для вас. Курсы бывают открытые, приватные и платные. Здесь я разместила ссылки на страницы, где можно посмотреть и почитать про разницу между этими курсами. Моя презентация доступна для того, чтобы ее можно было скачать. Если у кого-то будут сложности с тем, чтобы скачать презентацию, то напишите мне отдельно, я вам вышлю ее в другом формате. В PDF или в другом формате PowerPoint. Итак, открытые курсы – это курсы, которые размещены в каталоге Stepika. И я сейчас вам пришлю, раз у нас все-таки мастер-класс, я вам буду периодически присылать разные ссылки, по которым можно переходить. Вот здесь каталог открытых курсов Stepika, где можно посмотреть, какие курсы существуют. И у меня уже был вопрос сегодня в чате про то, как найти какой-нибудь курс на Stepika, который вам нужен. Если вы зайдете в каталог, то первое, что вы увидите – это поиск. Вы можете ввести ключевые слова, и платформа Stepika посоветует вам к этим ключевым словам курсы. Для удобства пользователей у нас также есть тематические рубрики, курсы по тематикам информатики, математики, общественной гуманитарии, наук. И мы еще делаем разные интересные подборки. Подборки, есть подборка для преподавателей, для тех, кто изучает программирование, для школьников. Если у нас набирается несколько курсов по какой-то интересной тематике, мы из них делаем подборку. Например, есть сейчас курсы по интернет-маркетингу. В целом, что это такое по работе с Google Аналитикой, по работе с Facebook, и вот для них тоже есть отдельная подборка. Все это открытые курсы и бесплатные курсы. На них можно записаться, их можно проходить. Их можно проходить либо всегда, либо только в те дни, которые указал сам преподаватель. То есть вы, как преподаватель, можете ограничить курс каким-то временным промежутком. Но в целом, у степик политика такая, что мы приветствуем всегда открытые курсы, так как считаем, что раз курс уже создан, очень странно скрывать его от тех, кому он может быть необходим. Помимо этого, есть приватные и платные курсы. Самое большое их отличие от открытых курсов тем, что открытые курсы распространяются под лицензией Creative Commons. Лицензия не очень может быть известна. Она означает, что другие пользователи могут пользоваться вашими курсами, а другие преподаватели могут отправлять на эти курсы учиться своих студентов, рекомендовать эти курсы, в общем, использовать те материалы, которые есть в курсе для своих образовательных мероприятий. Приватные курсы — это курсы, которые не видны в каталоге степика, они видны только вам и тем людям, которых вы пригласили. Обычно это бывает нужно репетиторам, тем, у кого какие-то отдельные группы людей, которые учатся, и вам важно, чтобы ваш материал не был доступен всем другим людям. И еще с этого года мы развиваем направление платных курсов. Об этом как раз был вебинар моей коллеги Юлии. Павел Юрьевич прислал сейчас в чат ссылку на этот вебинар. Это курсы, которые видны в каталоге, но для того, чтобы их проходить, пользователям нужно будет заплатить. Для создания открытых курсов вам ничего не нужно, кроме регистрации. Вся работа со степиком бесплатна. Для создания приватных курсов нужно оплатить подписку. А для создания платных курсов ничего платить не нужно. Степик берет комиссию по платежам. И перехожу уже конкретно к тому, что такое курс, из чего он состоит. Сейчас тоже буду присылать вам ссылки на курсы, чтобы вы могли перейти и посмотреть. Давайте для начала договоримся о том, что мы все с вами будем понимать под онлайн-курсом. Именно в рамках моего вебинара, если у вас есть какое-то другое мнение, можно написать его мне, например, и мы можем это обсудить. Мы рассматриваем онлайн-курс как набор образовательных материалов, в котором есть какие-то теоретические материалы, могут быть конспекты, видео, статьи и набор практики. И вот этим онлайн-курс отличается от проведения вебинара, либо от какой-то видеолекции. Потому что в онлайн-курсе есть практика, и в этот курс люди не только смотрят, не только слушают, но они еще там учатся. Именно поэтому на степике мы называем пользователей курсов не слушателями, а учащимися. Потому что мы считаем, что важно не только слушать видео, читать тексты, важно еще все это проверять на практике. И есть четыре важных термина, которые нужно знать при создании курса на степике. Это курс, я уже рассказала, модуль, урок и шаг. Так, я сейчас пришлю вам в чат ссылку на один из курсов степика. И я на его примере буду рассказывать, где вообще находятся вот эти термины, что это за комбинация такая термина. Это один из самых популярных курсов на степике, курс по основам статистики. Можете его потом пройти и для примера, и для знаний. А вообще мы рекомендуем преподавателям перед созданием курсов или в процессе какие-то другие курсы на степике тоже посмотреть. И начнем мы с самой маленькой единицы курса. Это с урока и с шагом. То, что я прислала вам первую, первую ссылку в чат, это ссылка именно на курс. А сейчас пришлю еще ссылку на урок, чтобы вы могли посмотреть. Напишите мне, пожалуйста, те, кто меня слушает, открываются ли у вас эти ссылки. Все ли у вас в порядке, можете ли вы сейчас параллельно с моим вебинаром, открыть курс, который я прислала, и урок. Спасибо большое. Давайте тогда посмотрим для начала вторую ссылку, которая называется «Генеральная совокупность и выборка». Вот это именно урок. Урок – это набор таких минимальных элементов по одной теме. Урок состоит из шагов. Вот то, что вы сейчас открыли, «Генеральная совокупность и выборка», это на степике урок. И наверху вы можете в панели увидеть зеленые квадратики – это шаги. Там 9 шагов. И если вы их пролистаете, вот прямо на зеленые квадратики нажимаете, сейчас я вам скриншот тоже покажу, вот так выглядит урок. И вот если вы будете переходить по этим зеленым квадратикам, то вы увидите, из чего урок состоит. Тот урок, который я прислала вам в чат, он состоит из вводной информации о том, что будет вообще в этом уроке. Он состоит из видео. Можете даже запустить, ненадолго отвлечься, например, от вебинара, пока я рассказываю запустить, посмотреть, что действительно видео, оно проигрывается. И здесь есть несколько заданий. Вот это и есть в целом урок. Он состоит из шагов. То есть один шаг – это либо теория, либо видео, либо какая-то практика. И дальше все уроки, они соединяются в модули. Теперь откройте, пожалуйста, первую ссылку, которая в целом называется «Основы статистики». И зайдите там во вкладку «Содержание». И вы должны увидеть вот такую картинку, как изображена у меня на слайде. Евгения Юрьевна спрашивает, что она не видит по ссылке такого. Зайдите, пожалуйста, еще раз. Я вам сейчас еще раз ссылку пришлю. Мы сейчас с вами смотрим открытый курс, который создан и размещен в каталоге Степика. Курс открытый, поэтому мы можем в него зайти и посмотреть его, поизучать, а что вообще происходит. И вот если вы по этой ссылке по моей перейдете, то вам должен открыться курс. Называется «Основа статистики» и в нем есть содержание. Вот те уроки, которые я рассказывала, они объединяются в модули. Для того, чтобы не просто у вас в курсе был такой большой поток и большое количество уроков, и пользователи могли в нем запутаться, мы тематически соединяем эти уроки в отдельные модули. Вот в том курсе, который я вам прислала, есть три модуля. Я сейчас их назову, чтобы вы поняли, что такое модуль. Первый модуль – «Введение». Второй модуль – «Сравнение средних». И третий модуль – «Корреляция и регрессия». В первом модуле у нас 10 уроков, во втором модуле 6 уроков, в третьем модуле 11 уроков. Вот так на степике выглядит курс. Вот такими терминами мы оперируем. Курс, модуль, урок и шаг. И еще раз покажу эту схему. Курс, модуль, урок, шаг. Этого достаточно для того, чтобы понять, что такое онлайн-курс. Вот из такого и курсы на степике складываются. Ну, вы тоже могли догадаться по названию самой платформы. Степик, от степ, шаг. Потому что шаг – это такая мелкая единица курса. И все это соединяется дальше в более крупные блоки, для того, чтобы людям было учиться удобно. Еще я на этом слайде написала несколько рекомендаций, как мы рекомендуем, как соблюдать пропорцию между всеми этими элементами. А мы рекомендуем делать в курсе примерно 3-7 модулей, для того, чтобы курс можно было пройти примерно в течение месяца, полутора месяца. Бывают курсы гораздо длиннее, но по статистике их пользователи гораздо хуже доходят до конца. Потому что зарегистрироваться, запланировать, что я в течение месяца прохожу онлайн-курс, это гораздо проще, чем сказать, что я в течение полугода буду каждый день, по часу заниматься и проходить онлайн-курс. Поэтому вот наша рекомендация делать примерно 3-7 модулей. Также внутри модуля можно делать любое количество уроков, лучше вот тоже 5-7, как у меня здесь написано. И в уроке, в том, что мы с вами смотрели в самом первом, там у нас техническое ограничение не более 16 шагов, иначе у пользователей будет уже слишком много материала, который они должны будут проходить. Все ли сейчас понятно вам про то, что я рассказываю? Удалось ли посмотреть тот курс, который я вам прислала? Вот сейчас как раз можно спросить, если что-то непонятно. Хорошо, тогда идем дальше чуть быстрее, так как я вижу, что вы во всем разбираетесь, и молодцы. Для того, чтобы вам начать работать с платформой степик, достаточно просто зарегистрироваться. Вот здесь у меня поле регистрации, вы его на степике тоже найдете и сможете зарегистрироваться. Мы просим подтвердить вашу почту, потому что мы на почту будем присылать вам, как авторам курсов, статистику о ваших курсах. Поэтому не потеряйте ее. И еще мы просим заполнять о себе информацию в профиле, так как когда вы будете создавать онлайн-курс, люди будут видеть, от чего им не создан курс. Ну и, соответственно, им будет интересно понять, а кто это создал курс, что это за человек. И поэтому заполняйте, рассказывайте вашим пользователям, кто вы и почему вы сделали курс. Дальше. Самое первое, с чего вам нужно будет начать при создании курса, это заполнить форму создания курса. Я тоже ее сейчас в чат пришлю, и мы с вами ее посмотрим. Вот эту форму можно открыть параллельно с вебинаром, а можно посмотреть у меня на скриншоте. Для того, чтобы создать курс, чтобы у вас был курс на степике, надо сначала такую форму заполнить. Что здесь надо ввести? Название, небольшое описание курса, ну, для чего, например, курс, кому он предназначен. Это описание потом можно будет заполнить. И вот здесь самое важное, это указать, а какой у вас будет курс. Здесь есть три поля. Эти поля тоже можно потом в настройках поменять. Первое поле доступно для всех. Это значит, что вы уже сейчас готовы, что даже вашу такую первую версию смогут посмотреть пользователи. Второе, это доступен только вам на время создания. Мы ее рекомендуем делать именно таким курс, чтобы пока его никто не видел. Ну и третье, это создание приватного курса. Это если вы сначала оформили подписку и хотите создать курс. Здесь пока нет поля создания платного курса. Если вы платный курс хотите создать, можно пока нам напрямую написать. А так скоро здесь тоже появится. И еще здесь есть ссылка на тьюториал о том, как пошагово пройти создание курса. Мы подготовили такой тьюториал для того, чтобы вы могли его открыть и прям вот по нему идти, смотреть скриншоты, смотреть, как нужно работать. Я его тоже вам в чат присылаю. Идем дальше. Давайте снова вернемся к первому курсу, который мы с вами смотрели по основам статистики. Если вы его уже успели закрыть, то я вам его снова пришлю. Сейчас мы посмотрим глазами пользователей на то, как они видят курс. И разберемся, что они в нем видят. Для того, чтобы вы понимали, что нужно заполнять. В каждом курсе есть пять таких элементов. Это информация, отзывы, содержание, комментарии и новости. Все это сделано вот такими отдельными вкладками. Первое, самое главное, это информация. Это первая страница, на которую зайдут пользователи, когда они увидят ваш курс. Здесь можно заполнить много информации о курсе. Самое важное, что нужно, это подготовить описание курса. Это написать, кто целевая аудитория вашего курса. Написать, какие есть требования у вас к ним. Например, вы делаете курс, предположим, по географии для бакалаврова второго года обучения. И вам уже нужно, чтобы у них были базовые знания географии школьные. Как минимум, то есть для школьников он там не совсем подойдет. Вам нужно в требованиях об этом написать. Или вы делаете курс по программированию, но при этом вы хотите, чтобы к вам пришли не новички, не те, кто совсем ничего об этом не знает. Надо в требованиях написать, что люди уже должны обладать основами базового синтаксиса и немного знать про программирование. Также здесь, на эту страницу, можно загрузить вступительное видео. Мы интервидео его называем. И в этом видео кратко рассказать о том, что это за курс, для чего он, и что люди по итогам этого курса узнают. Это вот информация. Вы тоже можете сейчас вслед за мной передвигаться по курсу основы статистики. Можете выбрать любой другой курс и смотреть. Вторая вкладка – это отзывы. Это то, на что смотрят люди, когда они выбирают курс. У нас все отзывы пользовательские. Мы публикуем абсолютно все отзывы с любыми оценками, для того, чтобы люди могли получить реальную ситуацию и узнать, что другие люди думают о курсе. Единственное ограничение – отзывы у нас могут оставить только те, кто 80% курса уже прошел, то есть те, кто может составить о нем представление. Следующая вкладка – это содержание. Мы с вами ее уже смотрели. В этой вкладке как раз есть модули, уроки, шаги. Что еще здесь есть? Как раз те самые даты курса, про которые я рассказывала. Если вы хотите, чтобы ваш курс был доступен в какие-то определенные даты, либо в нем стояли дедлайны, под дедлайнами мы понимаем даты, после которых в курсе не будут начисляться баллы за задание. Вот у вас в курсах будут задания, вы за них поставите, какое количество баллов люди могут получить. И дедлайн – это как раз срок, после которого курс останется доступен, но никаких баллов человек получить не сможет. Это содержание. Следующая вкладка – это комментарии. Это место, где вы общаетесь с вашими учащимися. Комментарии у нас на степике есть в каждом шаге. То есть мы с вами, когда смотрели шаги, помните, там было видео, теория, задание. Вот под каждым из этих шагов есть специальное поле, где пользователи могут оставлять свои сообщения. А, соответственно, вы или модераторы могут на них отвечать. И в этой вкладке все комментарии собираются в нечто подобие ленты таких комментариев. Например, если вы давно не заходили в курс, можно открыть ленту и посмотреть, что вообще в нем происходило, а не листать каждый шаг по отдельности. И пятая вкладка – вы ее не видите в курсе «Основы статистики», если вы не записаны на этот курс. Я показываю так, как видит это преподаватель. На степике, на курсах учатся люди. Мы не можем с вами, как преподавателями, поделиться их личными данными, если они эти данные сами не сделали открытыми. Но мы даем возможность вам с ними напрямую пообщаться через написание писем. То есть всем, кто записался на ваш курс, вы сможете отправлять письма полезные о курсе, о ваших других мероприятиях, о ваших других курсах, о приглашать их на какие-то стажировки, семинары, вакансии и так далее. Здесь письма можно отправлять всем вообще, кто сейчас записан на курс. Можно отправлять в зависимости от набора нужных баллов. Например, только тем, кто прошел весь курс на 100%. Это если вы хотите добавить себе этих людей в качестве модератора в курс. Можно сделать здесь письмо, я очень рекомендую так сделать, письмо, которое будет уходить всем людям, как только они записались на курс. Особенно это важно, если ваш курс давно уже открыт, и в нем мало активности, а люди записываются, и все-таки важно дать им понять, что в этом курсе есть жизнь, и курс можно проходить. Поэтому можно сделать такое приветственное письмо, где рассказать о правилах введения в курсе, о том, что люди изучат в курсе, и о том, что вообще происходит. Вот еще раз можете посмотреть, а я вернусь к тому слайду, что в каждом курсе есть пять таких элементов. Информация. Там мы сообщаем о том, что это такое за курс. Отзывы. Это заполняют пользователи. Фишут там отзывы о вашем курсе. Содержание. Это из чего состоит курс. Модуль уроки, шаги. Комментарии. Это все комментарии, оставленные к вашему курсу, где можно на них отвечать. И новости. Это те письма, которые преподаватели пишут в курсе, а мы потом степик-платформа рассылает их всем, кто записан на курс. Давайте дальше посмотрим конструктор урока, как выглядит конструктор при создании урока. Наверное, вот тот скриншот, который я вам представила, уже видели те, кто курсы на степике уже создавал. Мы называем конструктором, потому что мы собираем курс вот из таких кирпичиков отдельных элементов. Здесь вот на моем скриншоте видно, что есть зеленый прямоугольник. Это вот шаг теоретический. И вот есть панель сбоку, слева, в которой есть то, что можно добавлять в ваш курс. То есть можно текст добавлять, можно видео добавлять и разные-разные типы шагов. Что по поводу видео? Можно добавлять видео напрямую с вашего компьютера, загружать туда. Можно и пользоваться другими источниками, загружать видео по ссылке. То есть, например, можно видео с YouTube загрузить, либо если оно у вас еще где-то размещено. Для текстов у нас есть редактор, где можно добавлять тексты, картинки, формулы. Можно перейти в ваш тему или редактор, если вам что-то дополнительное нужно, чего здесь нет. И самое, наверное, интересное в курсах – это виды заданий. Наверное, мой скриншот для вас здесь слишком мелкий, поэтому я сразу расскажу про задания. Вот здесь есть вопрос в чате, как раз актуальный. Какого объема можно загружать видео? Есть ограничения, что не более 200 мегабайт. Но есть, в принципе, в интернете достаточно много онлайн таких сжимателей, не знаю, как правильно описать, видео, которые помогут вам нужного формата видео загрузить. Задания на степе бывают двух видов – с автоматической проверкой и ручной проверкой. Автоматическая проверка означает, что пользователь сдает задание, сразу видит, правильно он решил его или нет, и сразу получает или не получает нужное число баллов. И у нас есть такие стандартные типы заданий, которые вы можете, в принципе, на других платформах, сайтах найти. Есть тесты, есть таблицы, есть числовые текстовые задания. Еще есть задания с математическими формами, где это в курсах по математике очень полезно, где нужно формулы вводить, и они формулами проверяются. Есть задания с пропусками, есть сопоставления, есть сортировки, есть задания на программирование, на данные, задания с Linux, есть задания с виртуальными терминалами, где люди открывают, программируют и решают те задачи, которые преподаватели им в этих терминалах заложили. А есть ручная проверка. Конечно, в массовых открытых онлайн-курсах, где сотни тысяч человек учатся, сложно что-то делать с ручной проверкой. Но у вас ведь могут быть и небольшие онлайн-курсы, где вы что-то делаете с небольшой группой учащихся, например, с вашими студентами или школьниками. Что здесь может быть? Здесь может быть АС, которые пишут пользователи, а вы их проверяете. Еще здесь есть у нас кросс-рецензирование, когда пользователи пишут, и сами пользователи друг друга и проверяют. Еще у нас есть такой тип заданий, это оценка преподавателем заданий, выполненных вне курса. Например, если у вас есть онлайн-курс, где размещены какие-то домашние задания. И все это вы делаете в качестве перевернутого класса для своих школьников, предположим. И помимо заданий, которые они сдают в онлайн-курсе, они сдают задания где-то еще вам дополнительные. Но вы хотите выдавать им сертификаты по итогам онлайн-курса. Поэтому вы просто загружаете в курс на степике таблицу Excel, в которой у вас введены данные пользователей и их оценки. И тогда эти оценки автоматически добавляются. Либо вы хотите кого-то поощрить, кто-то помогает вам, отвечает активно в комментариях, либо еще что-то делает, либо задание оригинальное сдал, вы тоже можете его этим поощрить. Если какие-то будут вопросы по заданиям, то пишите. Я готова вам оперативно найти на степике и прислать какие-нибудь примеры заданий, чтобы вы могли посмотреть. А я пока пойду дальше. Но, в принципе, на вопросы я смотрю, поэтому спрашивайте. Мне тоже интересно, что вам интересно по поводу курса. Еще в курсе есть настройки. Я немного по ним пробегусь. Эти настройки вы их найдете в вашем собственном курсе. Я не могу вам сейчас показать пример, потому что для курса по основной статистике эти настройки доступны только самому преподавателю. А вам они будут тоже доступны. Что здесь можно делать в этих настройках? Можно редактировать информацию, можно редактировать содержание, а именно добавлять туда модули уроки. В настройках можно найти доступы в курс. И сразу расскажу здесь про типы людей, которые могут иметь доступ к курсу. Вам не обязательно одному человеку только создавать курс и иметь полный доступ к нему. Вы можете быть администратором вуза, например, и контролировать тех людей, кто создает курс от вуза. Еще вы можете добавить других преподавателей, которые тоже будут оперативно там отвечать на вопрос, например, или что-то добавлять. Еще можно добавить модераторов, тех людей, которые не будут иметь доступ к внутренностям курса, к решениям пользователей, к какой-то важной информации, но смогут отвечать в комментариях, удалять ненужные комментарии. Еще можно добавить тестировщиков, тех, кто будет смотреть ваш курс даже до того, как курс окажется открыт всем. Что еще есть в настройках? Сейчас я тоже захожу на степики, чтобы вам про это рассказать. Есть статистика, отчеты, файлы. Я про это дальше расскажу. В настройках есть возможность удалить свой курс. Вот это как раз может сделать только тот человек, который сам курс создал. То есть вы не бойтесь, что кто-то, кого вы пригласили в курс, тоже может что-то плохое с вашим курсом сделать. Вот давайте я дальше немного по вопросам пройдусь. Первый вопрос, что значит создать класс? Вот увидели у меня на скриншоте. Сейчас я пока ищу вам информацию про класс и рассказываю параллельно. Я рассказывала вам, что Creative Commons означает, что другие преподаватели тоже могут смотреть, как учатся их студенты в ваших курсах и как-то эти материалы использовать. Достаточно часто чьи-то курсы на степике используются в образовательном процессе. Вот буквально на этой неделе есть курс по истории от Балтийского федерального университета. На нем учатся студенты Уральского федерального университета, а преподаватели их оценки в чьем-то чужом онлайн-курсе засчитывают и у себя в УИВе. Такая политика тоже предусмотрена. Но неудобно было раньше с точки зрения преподавателей. Вот представьте вам, вот есть курс основы статистики, вы хотите посмотреть, как ваши школьники там учатся, но вы не знаете преподавателя, вы не можете его попросить, чтобы он дал вам доступ к этим оценкам. И вам сложно контролировать студентов. Они могут там пользоваться фотошопом, менять фамилии и имена у себя в профилях, присылать чужие сертификаты. Что вы делаете? Вы создаете в этом курсе класс себе свой. Я сейчас присылаю в чат ссылку на него. Класс означает, что вы будете видеть оценки и решения тех людей, кто в этом классе учится. Вот, например, есть курс основы статистики, а у вас есть 10 человек, которые учат статистику. Вы создаете класс, присылаете людям ссылку на этот класс, они заходят и начинают учиться. Учатся они, как обычно, на курсе. Вы никакого доступа к курсу не имеете. Но вы можете по итогам их обучения выгрузить табель успеваемости и посмотреть, кто как учится. Вот это такая возможность класса. Рекомендую, можно с помощью классов посмотреть, что ваши учащиеся делают в курсах. Еще у меня здесь был вопрос. Может ли студент просмотреть весь контент модуля и перейти к другому без выполнения заданий? Это все на усмотрение преподавателя. Вот, например, в курсе основы статистики, да, каждый студент может просматривать все модули, может в любом порядке просматривать. С третьего модуля начать, вернуться в первый, может вообще только первый урок и последний урок пройти, может задания никакие не выполнять, только видео. Проходить и все. А может видео не смотреть, задание проходить. Вот здесь такой свободный доступ, свободное обучение. Если вам важно, чтобы студенты пошли в следующий модуль только после выполнения заданий, то вы в опциях, в настройках, это находится в настройках «Редактировать содержание». Там указываете, что переход ко второму модулю возможен только после того, как студенту наберут вот такое число баллов. И они это увидят. То есть условия перехода ко второму модулю, например, 100 баллов в первом модуле. Пока они не выполнят, они туда перейти не смогут. Вот такая есть возможность. Еще у меня попросили прислать пример задания на кросс-рецензирование. Я сейчас тоже постараюсь быстро это сделать, если быстро вспомню, в каком курсе такое задание есть. Кросс-рецензирование, оно означает, что каждый пользователь сдает задание, ну, пишет какое-то эссе, либо задание на программирование сдает. А дальше пользователь не получает оценку сразу. Он получает оценку после того, как его проверят 3 или 5 или любое количество пользователей. пользователей, которые вы захотите сами. Я вам сейчас пришлю ссылку. Скорее всего, ссылка будет доступна только тем, кто зарегистрирован за логиней на степик. Может быть, вам даже в курс нужно будет зайти. Это вот первое, что я вспомнила и нашла. Это пример кросс-рецензирования. И это интересный пример, потому что это курс не по журналистике, где можно писать эссе. Это курс по дискретной математике, где преподаватель просит студентов доказывать неравенство, утверждение, и потом они проверяют друг друга. И по итогам этого курса много очень позитивных отзывов о том, что вот такое, возможность писать доказательства, возможность обосновывать свое решение, оно очень помогает. А другие студенты, соответственно, могут еще и посмотреть чужие решения и заодно на ошибках поучиться на других, либо что-то интересное узнать. Я дальше пока пойду. Я говорила про статистику. Степик как платформа собирает много статистики по пользователям, по преподавателям, по курсам. И мы считаем, что те данные, которые мы собираем, они могут вам, как преподавателям, пригодиться в принятии решений дальнейших о курсе. Ну и вообще смотреть, что происходит в курсе, как сделать курс лучше. Поэтому у нас есть разные виды статистики. Есть либо агрегированная статистика, когда мы вам уже строим графики, выдаем собранные данные, вы только итог смотрите. А есть не агрегированная статистика, просто все данные, которые вы можете скачать себе в таблицу Excel и затем их дополнительно обработать. Посмотреть, например, кто на 100% закончил курс, кто еще как учился, кто какие комментарии оставил. Вот здесь я представила, что в целом можно посмотреть в своем курсе. Конечно, общую статистику. Сколько у вас зарегистрировано пользователей, сколько проходят, как проходят, сколько получили сертификаты. По каждому заданию мы показываем статистику, какие решения были сданы, насколько успешно, то есть сколько правильных решений, сколько неправильных решений. И по каждому пользователю можно выгрузить список всех студентов, кто учится у вас на курсе, обращая внимание, только без электронных почт. Можно выгрузить все комментарии, можно выгрузить отчеты об успеваемости, такие табели успеваемости, либо отчеты по отдельным урокам, по шагам, посмотреть, кто как их выполняет. Можно все эссе пользователей выгрузить с курса. То есть пользуйтесь статистикой, там много всего интересного. Совсем недавно мы добавили новый отчет, наверное, вы первые, кому про него рассказывают, статистика перехода в курс. Можно посмотреть, откуда вообще пользователи заходят к вам и попадают в курс. Статистика видна администраторам курса и преподавателям курса. Но есть общая статистика, которая видна вообще всем пользователям, которые курс проходят. Вот мы, например, всем пользователям показываем, сколько людей зарегистрировалось на курс, сколько людей прошли курс, для того, чтобы можно было оценить, насколько этот курс популярен. Сейчас немного покажу. Здесь опять у меня скриншот, но вы часто говорите, что там что-то смогли разглядеть. Отчеты по курсу, вот они в настройках, прямо так и названы отчеты, вы их легко найдете. Что здесь можно интересного скачать? Мы даже, если у вас пользователи пишут эссе, то у нас есть дополнительная проверка на плагиат, и мы можем посмотреть, насколько эссе разных людей совпадают друг с другом. Вдруг они списали или что-то такое. Вот такую статистику, например, мы строим. Первый график показывает число регистрации на ваш курс по дням. То есть можно посмотреть, в какой день ваш курс был популярен. Я, например, пользуюсь такой статистикой, чтобы отследить какие-то неожиданные анонсы курса. Например, если я вижу, что в курсе было мало пользователей, а потом внезапно тысячи людей одновременно просто в один день пришли, я понимаю, что либо был где-то анонс в интересном популярном источнике, либо была какая-то политика вуза, что надо всем записаться и что-то пройти. Второй график показывает, как пользователи проходят курс от урока к уроку. И вот здесь вы видите, что график такой не спадающий. Это говорит о том, что, конечно, не все люди заканчивают курс. Курсы вообще даже в первый модуль от людей, которые записались на ваш курс, примерно 30% приходят. Конечно, если это не какой-то обязательный курс для прохождения. И дальше все меньше и меньше людей. Ну, это связано с тем, что, во-первых, курсы бесплатные, во-вторых, в интернете очень много ресурсов, в-третьих, люди часто себя переоценивают и записываются на курсы, хотя и не хотят их проходить. Так, сейчас отвечу на вопросы, дальше статистику покажу. Вопрос интересный про жульничество, про отчет. А мы смотрим на поведение пользователей и улавливаем какие-то необычные, что необычного происходит в их поведении. Например, если человек внезапно все сдает, все даже самые сложные задания, с первой попытки, с первого раза, это, возможно, индикатор того, ну, конечно, это может быть означает, что человеку действительно все проходит, но может быть индикатором того, что у человека есть где-то другой аккаунт, где он там перебирает попытки, а в идеальном аккаунте сдает все с первой попытки, чтобы у него там баллы хорошо начислились. Вот такие данные тоже можно посмотреть. Вот здесь еще статистику в курсе тоже показываю. Вот я сейчас здесь включила указку, хотя нет, наверное, вот так указка работает. Сейчас я покажу. Вот мы с вами смотрели задание. Вот здесь в каждом задании можно посмотреть, и это интересные данные о том, сколько человек решило ваше задание, сколько из них верных решений. И мы даже дополнительно преподавателям в отдельные отчеты показываем и говорим, что внимание, обратите внимание, у вас, например, это задание решило всего лишь 5% пользователей. Это значит, что задание либо слишком сложное, либо пользователи его не понимают, возможно, в нем опечатка какая-то. А вот здесь еще есть в каждом задании вкладка решения, где можно все решения пользователей посмотреть. Это особенно полезно. Часто люди пишут в комментариях, что я вот решил правильно, мне почему-то балл не засчитался. Какая-то техническая ошибка. Перед тем, как волноваться, что какая-то техническая ошибка, с вашим курсом зайдите в решение, найдите этого пользователя и посмотрите. Возможно, он сам ошибся, выбрал неверное решение, либо неправильно написал, а ему кажется, что он выполнил правильно. И еще про то, что не рассказываю, но показываю, что такое есть, дополнительные возможности. Можно курс на степике встраивать в любой сайт или любую обучающую другую систему, в которой вы уже работаете. Например, Moodle, если у вас это в ВУЗе или в школе. К себе можно добавлять фрагменты других сайтов и вставлять их в качестве такого айфрейма. Например, если вы хотите, чтобы пользователи какую-то анимацию посмотрели, и вы не можете напрямую ее вставить в курс. И на степике есть возможность не только курсы делать, а делать экзамены, где ограничивать по времени и по попыткам. И еще был вопрос про сертификаты. Мне кажется, сейчас самое время про него рассказать. В курсах на степике можно получать сертификаты, а вы как преподаватели можете их выдавать. Но сертификаты мы не включаем всем, кто делает курсы на степике. Мы в сертификатах, во-первых, мы указываем свой собственный бренд, мы указываем, что этот сертификат выдан платформой Степик. Мы там указываем логотип организации, которая выдала этот сертификат, ВУЗа либо компании. И там представлены подписи преподавателей. И дальше в сертификате размещена информация, какой курс, кто закончил и с какой оценкой. Эти сертификаты мы включаем в массовых, открытых и популярных курсах. То есть, если у вас курс популярен, мы увидим, что в нем хорошие отзывы, курс соответствует нашим рекомендациям. Вам достаточно нас об этом попросить, написать нам на какую-то почту. Мы вам включим сертификаты, вы их будете выдавать. Но если у вас совсем маленький курс, где учатся 10 человек, скорее всего, мы сертификаты не дадим вам подавать. В приватных курсах сертификаты включаются автоматически, потому что приватный курс может быть на небольшое число людей, а там может быть важно выдавать сертификат в качестве удостоверения, повышения квалификации или еще что-то такое. Вот такая у нас политика в отношении сертификатов. И еще я уже приближаюсь к заключению, расскажу немного рекомендаций, которые есть у степика для преподавателей по созданию онлайн-курсов. Во-первых, перед рассказом я пришлю вам ссылку на курс, в котором я принимала участие в создании. Курс тоже открытый, бесплатный, можете зайти его пройти. Это курс для преподавателей о том, как создавать курсы. И вот там есть специальный раздел, который называется «Рекомендации», где мы собрали все рекомендации для преподавателей курс. Эти рекомендации основаны больше всего на нашем опыте работы с авторами. Мы видим, какие курсы популярны, что в них хорошо работает, что не работает. Из этого мы сложили рекомендации о том, как создать курс, рекомендации о том, что лучше всего включать в курс. И там есть даже урок о том, как правильно продвигать свой курс, среди какой аудитории, как ее искать, какие тут могут быть советы. И вот здесь на слайде я совсем кратко привела перечень таких популярных, в принципе, рекомендаций, которые сама обычно выдаю, в которые сама верю. Если вы добавляете видео в какой-то онлайн-курс, то лучше делать видео короткими. Во-первых, потому что сейчас людям гораздо лучше просматривать короткие видео, и на какие-то большие видео уже не все готовы. Вот подтверждением этого факта, например, то, что сегодня менее половины людей пришли на вебинар, хотя записалось гораздо больше. Потому что для того, чтобы сегодняшний вебинар прослушать, нужно было час времени выделить. Это не все готовы сделать. И у нас еще есть приложение мобильное из Тепика, поэтому видео можно просматривать на бегу, слушать, в метро смотреть. И тогда короткие видео тоже удобно, чем запоминать, где я, например, остановилась в каком-то часовом длинном виде. Еще я когда показывала информацию курса и рассказывала про описание курса, целевую аудиторию, требования и так далее, а важно здесь понимать, что название курса, целевая аудитория, содержание, то, что видят люди при записи на курс. И очень важно делать так, чтобы все это соответствовало друг другу. Если, например, вы делаете курс совсем-совсем базовыми основами, то нужно и в целевой аудитории про это написать, и курс начинать совсем со снов, чтобы не получилось так, что к вам пришли не те, для кого курс предназначен. Тогда кажется, что работа была, в принципе, пройдена зря. Еще наши советы, это общаться больше с учащимися, это комментировать, отвечать им на вопросы, писать им новости, можно даже личные встречи какие-то назначать. И вот я говорила про статистику, использовать ее для улучшения курса. Ну и мой такой стандартный совет, есть много рекомендаций от Stapik, от других платформ, от других сайтов, методически разные рекомендации, но всегда не бойтесь еще экспериментировать. Если вам кажется, что то, что вы придумали в онлайн-курсе, оно сработает, то попробуйте, спросите пользователей, попробуйте, какие-то экспериментальные задания добавьте. Если у вас не получится, то вы вернетесь к стандартным практикам. Поэтому мой вам совет, не бойтесь экспериментировать, но все же лучше практики тоже используйте. Смотрите существующий онлайн-курс. Если делаете курс на Stapik, то потратите немного времени, зайдите и посмотрите, а какие курсы уже есть, какие из них считаются популярными. И вот у меня теперь вопрос к вам, так как я уже практически все, о чем хотела, рассказала. Вопрос к вам, послушав меня, готовы ли вы теперь сделать онлайн-курс. А я пока разберусь с вопросом, который мне Сергей Иванович несколько раз написал, про поиск курса. А Сергей Иванович, а можете мне ссылку прислать на ваш курс? Не название курса, а именно ссылку, чтобы я перешла и посмотрела. А пока я расскажу, что по нашим правилам курс появляется в поиске, в каталоге курса, после того, как на него запишутся 20 учащихся. Возможно, проблема как раз в том, что курс пока только создан, и на нем еще никого нет. Поэтому вы пока просто присылайте ссылку на курс своим людям, чтобы они на него записались, перешли. А когда платформа поймет, что на курсе уже появилась жизнь, и там кто-то учится, а курс будет доступен в поиске. Если вы мне ссылку пришлете, то я тогда посмотрю ваш курс. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. А вот у меня Игорь Сергеевич спрашивает, как вы проводите записи курсов? Я не очень поняла вопрос. Конкретизируйте, пожалуйста. Так, у меня немного уползает чат, но я сейчас все найду. Вижу вопрос, сколько времени в среднем требуется для создания курса. Очень популярный вопрос, но на него нет ответа, потому что я не могу так сказать, не зная о том, кто делает курс, преподаватель, опытный преподаватель. Делал ли он раньше онлайн-курсы? Я не знаю, где записи проводятся, будет ли вообще видео. Я не знаю длительность курса. Если вот это вы мне расскажете, я уже конкретнее смогу сказать. Но в среднем по стейпику создание курса, ну, примерно от нескольких недель до года, например. Конечно, создавать курс целый год это не очень хорошо. И если курс так затягивается, затягивается, есть риск, что он вообще никогда не будет создан. Я предлагаю, если вы хотите сделать курс, сделать его оперативно, то ориентироваться на месяц, например. Предполагаю, что вы не каждый день и не там по 8 часов в день будете курсом заниматься, а несколько часов в неделю вы будете уделять созданию курса. Про видеозапись. У нас есть две видеостудии в Москве и в Санкт-Петербурге. Мы их можем предоставлять бесплатно отдельным преподавателям. Какие у нас критерии? Во-первых, мы ориентируемся на интерес аудитории степик, а интерес аудитории степик лежат в основном в сфере IT, математики, каких-то таких навыков. Во-вторых, каждого, кто претендует на создание курса через видеостудии, мы просим прислать нам план курса и рассказать, какой будет курс, какая будет аудитория, как вы будете ее привлекать, что будет в этом курсе, чтобы мы его посмотрели. Можно написать об этом на ту же самую почту, про которую я говорила, support.sobaka.stepic.org, и мы вам ответим. Иду дальше. Нужно ли преподавателям на вашей платформе иметь какие-либо документы, которые требуют Миноборнауки? Это, видимо, вопрос про сертификаты. Наши сертификаты – это сертификаты, которые подтверждают прохождение курса. Они не имеют отношения к каким-то учебным сертификатам, которые выдает Министерство образования. Это сертификаты, подтверждающие прохождение курса. А дальше они в ВУЗах принимаются уже или не принимаются по желанию каждого преподавателя или каждого ВУЗа. Степик еще входит в платформу ССОС, где вот это признание курсов является официальным. То есть, если там, например, есть одобрение от Министерства, от работодателей, от ВУЗов, то ВУЗы могут засчитывать курсы на Степике. А если вы, например, выдаете какие-то официальные удостоверения, дипломы, переподготовки, удостоверения, то вы можете сертификат на Степике принимать в качестве просто подтверждения, что люди курс прошли, а дальше выписывать им уже свои сертификаты. Так, вот Сергей Иванович мне как раз прислал курс. Сейчас я его открою, а пока почитаю вопросы дальше. Как записываете видео, Игорь Сергеевич, я вроде вам уже ответила. Евгения Юрьевна рассказывает, что все готово, курс давно есть в печатном виде. Евгения Юрьевна, если все готово, найдите время, выложите курс. Если нужна какая-то помощь, может быть, не знаете, с чего начать, как разобраться, напишите нам, потому что раз материалы есть, давайте их дадим миру и кому-то поможем. Так, вопросы пока закончились. Я могу посмотреть вот курс как раз про гражданскую службу в Российской Федерации. У вас на этом курсе записано только три человека, поэтому пока этого курса нет в поиске на степике. Пожалуйста, высылайте вот ту ссылку, которую вы прислали мне, высылайте ее и потенциальной вашей аудитории. и тогда они зайдут, будут учиться. Поиск по названию тоже не работает. Курсы попадают в поиск и по названию только тогда, когда на него записались 20 человек. Мы, как платформа, несем ответственность перед пользователем, поэтому курсы, в которых ноль человек, это может означать, что преподаватель создал курс, но при этом он никому об этом курсе не рассказал. У него нет никакой аудитории. Платформа степик начинает продвигать и участвовать в продвижении курсов тогда, когда мы уже видим, что курс популярен и там есть отзывы. Но пока в нем совсем нет людей, мы не готовы его показывать пользователям, поэтому, пожалуйста, поучаствуйте тоже в распространении информации о своем курсе. Так, еще у меня вопросы получились. Кто занимается вопросами одобрения по видеостудиям, я занимаюсь, если это был вопрос по видеостудиям. Поэтому, если вы напишите, вам ответят мои коллеги, но ответят чаще всего с моего согласия. Так, еще вот я вижу вопрос, что у нас все время какие-то сроки нужно указывать. это интересно, потому что вы можете сделать, наверное, вы неправильно поняли что-то про сроки, вы можете сделать курс, поставить, что он доступен только вам на время создания курса и создавать курс столько, сколько вы пожелаете. Мы никак вас не будем ограничивать. Мы не удалим ваш курс, пока вы его разрабатываете. Мы его не покажем пользователям, пока вы его разрабатываете. Создайте курс, он будет в вашем профиле только виден вам. Если у вас где-то кто-то просил указывать сроки, напишите еще раз, либо мне напишите, я узнаю. Но так вы можете создавать курсы столько, сколько вы хотите это делать. У меня еще осталось пара слайдов, я их покажу. Это полезные ссылки, я, в принципе, всех сегодня уже выкладывала в чат. Вы их в презентации тоже найдете. И в завершении моя почта, можно мне написать, если есть какие-то вопросы. Если есть какие-то технические вопросы, я, скорее всего, тоже передам в техподдержку, так как там отвечают оперативнее и эффективнее, чем я. Если есть какие-то вопросы методического характера, например, вы сделали курс, но там сомневаетесь в чем-то, можно мне прислать, я посмотрю и буду рада вам помочь. У меня на этом все. Я оставлю свой предпоследний сайт с полезными ссылками. Вдруг вы еще что-то захотите посмотреть, а презентация тоже доступна. Большое спасибо всем, кто писал вопросы в чат, всем, кто говорил мне, что хочет сделать курс, кто интересовался платформой Stepik. Я желаю, чтобы ваш курс был создан, чтобы он не просто появился в каталоге Stepik, а чтобы он еще вошел в топ самых популярных курсов на Stepik. И тогда я тоже буду говорить, что я в этом немного поучаствовала. Всем большое спасибо. Друзья, давайте поблагодарим Наталью и вообще давайте поблагодарим компанию Stepik за тот мини-трек, который они у нас сделали. Обращаю внимание, уже второй год делают, и это совершенно замечательно. Если команда Stepik не будет возражать, мы их на следующий год пригласим. И я надеюсь, что вот такое постоянное наличие наших российских платформ у нас в Директ Академии потихонечку позволяет растопить лед между вузовскими преподавателями и современными платформами. И надеюсь, что это сработает, и большее количество преподавателей будут выходить как от себя лично на образовательный рынок, делать новые курсы, пробовать себя и так далее. Ну что ж, спасибо, что приняли активное участие в нашем сегодняшнем вебинаре. Наталья, большое спасибо за проведение сегодняшнего завершающего вебинара компании Stepik. А я напоминаю, что Директ Академия – это вебинары каждый день. Приглашаю на свой вебинар, который состоится завтра. И приходите на наши вебинары еще целая следующая неделя. Все шесть рабочих дней тоже будут у нас вебинары проходить в 12 часов. Приходите, будет интересно, мы вам обещаем. Всего доброго, до новых встреч в Директ Академии.